Суфийские мистики Они были шерсти, часто это была белая одежда, в которой одевались эти самые мистики внутри мусульманского движения. Одним из ранних мистиков был Хасан Аббасра. Умер он в 728 году, это почти через 100 лет после смерти Мухаммеда. Он стал практически пророком, которому подражают суфии. К чему же стремятся суфии? Они стремятся к тому, чтобы ощутить Бога. Мы с вами говорили, что в ортодоксальном исламе Бог посылает свою волю, но никогда не приходит к людям. Суфи им это не нравится. Они хотят поклоняться Богу, но они хотят также знать Бога. Они хотят встретиться с Богом. Они хотят ощутить Бога. И, исследуя Коран, они находят нечто совершенно поразительное. Например, оказывается, оказывается, Авраам вали. Поразительно. Потому что вали означает «друг Божий». Авраам вали – «друг Божий». Как можно быть другом Божиим, и при этом не знать Бога, не общаться с Богом? Раз он друг Божий, значит, он и общался с Богом. Раз Авраам общался с Богом, то, может быть, и мы можем быть друзьями Божьими или общаться с Богом. А потом они читают дальше, видят в Коране, что посредника между Богом и человеком быть не может. Мы молимся напрямую Богу без всякого посредника. Но дальше не может и не может, если только Бог не поставит такого посредника. Надо же, может быть, и может быть посредник, который приведет нас в присутствие Бога, который представит нас перед Богом, избранный Богом, поставленный Богом. Нет посредника, если только Бог не поставит. Может быть, Бог кого-то поставил? Если да, то кто это? И они читают дальше. В Коране они видят запоминание о том, что необходимо помнить имена Божии. Зикр. Зикр. Помнить имена Божии. И, как известно, имен Божий их 99. Это вам скажет любой мусульманин. Сунит. Они перебирают свои 99 четок и повторяют 99 имен Божий. Иногда, правда, полу в шутку, они скажут, что есть еще и сотый имен Божий, но его знает только верблюд, именно поэтому верблюд ходит, подняв голову. Мы, люди, знаем только 99. А верблюд знает все 100. Кстати говоря, вот эту дверь часто используют христиане. Они говорят, послушайте, сотое имя Бога уже открыто. Оно открыто. И имя — это любовь. Открыто оно в Мессии. И открыто оно не только верблюду, а каждому, кто верит в Мессию. Бог есть любовь. Вот он сотый имя Божия. Итак, каждому из нас необходим Зикр. Воспоминание имен Божий. И вспоминая имена Божия, может быть, мы таким образом приближаемся к Богу, погружаемся в Бога, лучше ощущаем Бога. Суфи продолжают чтение Корана и узнают еще кое-что. Они узнают, что природа — это аят. Аят Божий. Аят — знаки. Знаки Божии. Кстати, каждая сура в Коране — это знаки Божии, потому что каждый стих — это аят, знак. Природа пронизана знаками или знамениями Божьими. И каждый стих в Коране — это знак или знамение Божие. Но зачем нужен знак, если он никуда не ведет? Зачем нужен знак, если он не ведет к тому, кто дал этот знак? Если Коран и природа — знаки или знамения Божии, значит, аят могут привести нас к тому, кто дал эти знаки. Я везде расставил знаки, и вы никуда не попадаете? Как такое может быть? Еду я по дороге и вижу табличку-знак Москва. Я продолжаю ехать. Какой смысл было ставить знак, если я еду, 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 а Москвы так и нет? Эти знаки Божии должны указывать на Бога. Вот вам четыре проявления, четыре формы суфийского богословия. Первая тема — Авраам друг Божий, валий Божий. Вторая тема — посредничество. Бог строит ходатай, в которой ходатай стоит за нас. Тема — зикр, воспоминания Божих имен. Тема — аят, знаков Божиих или знамени Божиих, которые уж точно приведут нас к самому Богу. Суфийское движение стремится ощутить Бога, познать Бога. Вот эти четыре грани стремления к Богу, которые мы находим в Коране, оказываются для них очень важными. Как же это все работает в жизни, на самом деле? Несколько лет назад, когда я еще жил в Сомали, я ходил в паломничество, в храмы святых суфийского движения. Вот, например, как-то один мой знакомый, который работал у нас в школе, сказал мне, что из нашей деревни будет паломничество к могиле святого, к могиле, как он сказал, нашего святого. Я говорю, хочу пойти с вами. Он говорит, да пожалуйста. И я пошел с другом в это паломничество. В его деревне, к могиле святого. Который, собственно говоря, представлял эту общину. Он возглавлял эту общину долгое время. Был очень мудрым имамом. Кстати говоря, в суннитском движении имам возглавляет мечеть. Имам — это глава мечети. В шиитском движении имам — глава всей общины. У суннитов иначе. У суннитов имам возглавляет только мечеть. Вот он был главой этой деревни. Он был старейшиной деревни, был мудрым человеком. Говорят, что даже чудеса отворил. Приходим мы в эту деревеньку и отправляемся к гробнице, к могиле этого имама. И я заметил, что люди брали землю с могилы и посыпали себя этой землей. Они писали молитвы на листочках и прикрепляли их к деревьям. Они пели, танцевали и повторяли имя имама. А потом, кроме имени имама, ну, допустим, имама звали Амаром. Я не помню, как его звали на самом деле, но пусть пока будет Амар. Так вот, они пели во имя Амара и танцевали во его имя. А потом они пели во имя Абдуль-Кадира. Абдаль-Кадира. Я сразу понял, куда попал. Это была Кадырия. Суфийская община Кадырия. Кадырия была основана Абдуль-Кадыром Аль-Джелани в Багдаде. Тысячу лет назад. Ну, около тысячи лет назад. У каждой суфийской общины есть основатель. Основатель, который стоял у истоков этой общины. И этот основатель, имам, первый имам, считается, что он получил особое внутреннее знание, тайное знание от Мухаммеда. Эту передачу знания называют словом «Иснад». Вот Абдуль-Кадыр. И он стоит в цепочке духовной власти, которая называется «Иснад». Эта цепочка передачи духовной власти восходит, в свою очередь, к Мухаммеду. Этот «Иснад» в свою очередь включает в себя два аспекта. С одной стороны, родословие, потому что большинство основателей суфийских общин возводят свою родословную к Мухаммеду. Они говорят, во мне, в моих жилах течет кровь Мухаммеда. Вот это один аспект духовной власти. А другой аспект — это скрытое знание. Так, два аспекта еще раз. Внутренняя духовность, которая доступна, которая известна только вождю общины. И откуда он это знает? Да потому что через поколение, через много поколений, от одного шейха, одного имама к другому, передается это знание. Пока, в конце концов, оно не дошло до этого имама в Сомали, в маленькой деревеньке. Имама, которого уже нет в живых сейчас. И как только они сказали, вот на этом поломочке, амар, а потом сказали Абдаль-Кадир, я знал, что попал в Кадирию, общину, которая возводит свое духовное происхождение к Абдаль-Кадиру. Абдаль-Кадир возводит свою духовность к Мухаммеду. Вот одна сторона того, что происходило на этом поломничестве — приобщиться к духовности самого Мухаммеда. Представляете себе, прямо вот там, в этой маленькой деревеньке в Сомали, где ни читать, ни писать не умеют, где живут кочевники, в этой самой, в нашей деревеньке проявляется духовная власть самого Мухаммеда. И скрытая духовная власть проявляется в душе нашего имама, который много лет был нашим вождем, и поэтому он мог совершать чудеса, исцеления и так далее. Кстати говоря, у него тоже были свои ученики, и сейчас эту деревеньку возглавляют новый имам. Когда-то он тоже умрет, и тоже станет святым. А потом они молились Богу, но они постоянно повторяли имя Аммара и Абдул-Кадира, а потом Аллах, Аллах. Слово «Мухаммед» неоднократно звучало. Потом я спрашиваю моих друзей, мусульман, что вообще происходит? Почему вы пошли на это паломничество? Почему люди вот здесь так молятся, на этом самом месте молятся именно так? Почему они молятся Богу во имя этого человека? Они говорят, потому что мы грешники. И Бог наших молитв не слышит. По крайней мере, нам кажется, что не слышит. Но этот человек был святым, и мы верим, что он сейчас стоит у врат Абдул-Кадира, основателя нашей суфийской общины. А Абдул-Кадир стоит у ворот Мохаммеда, а Мохаммед у врат Божьих. Вот мы и молимся Амару, дальше Абдул-Кадиру, потом через Мохаммеда наши молитвы дойдут до Бога, потому что все эти люди были праведниками, у них скрытое внутреннее знание. И я говорю, послушай, так это разве исламскому богословию соответствует? Конечно, нет, говорит он. Но как еще мы можем до Бога достучаться? В Коране написано, нет посредника, если только Бог не поставит посредника. Он говорит, и мы верим, что Бог поставил нашего Амара из нашей деревни. Вот таким посредником. Мы, по крайней мере, надеемся. Мы не уверены. Мы не уверены. Мы даже не уверены, что это соответствует исламскому богословию. Но что нам еще делать остается? И вот лидеры суфийского движения, вожди суфийского движения, соревнуются друг с другом, соревнуются в власти, кто из них сильнее, через кого лучше молитвы до Бога доходит. В Сомали рассказывают такую басенку. Идут два святых. Один основатель движения Салихия, другой основатель движения Кадирия, и то и другое суфийские общины. И вот идут два имама-основателя этих движений. И тут они, солнце светит, вдруг появляется облако, прямо над ними облако, защищает их от палящих лучей сомалистского солнца. А они идут и спорят, с у кого из них больше духовной власти. И никак не могут договориться. Два святых основателя общины, кто из них более властен духовно. И говорят, ладно, давай пойдем каждый своим путем. Ты туда, и я сюда. Посмотрим, над кем облако пойдет. И в этой истории облако пошло над основателем общины. Кадирия, значит, именно последователи этой общины, члены этой общины придумали эту историю. Но вернемся к нашему паломничеству. Мы вернулись в деревеньку. Там люди принесли жертву. Люди приносили в жертву козлят, и потом праздновали, пировали, радовались. Было очень здорово. На следующий день вернулись домой. Вот эти общины, эти движения на самом деле очень важны как альтернативное проявление ислама. Суфийские общины всегда сосредоточены и построены вокруг шейха. Сами общины называют словом тарик, путь. Что это за путь? Это путь, который показал основатель. Он указывает путь к внутренней духовности, скрытой духовности. Внутри общины тарик есть всегда некие опознаваемые признаки. Люди живут вместе, люди общаются, их наставляет основатель общины, показывает им путь к внутренней духовности. Так что эти общины имеют большое влияние. чтобы обрести это скрытое знание. Нужно приобщиться к этой общине, нужно общаться с основателем и так далее. Эти движения часто бывают движениями миссионерскими. Ученики получают наставления, потом по парам расходятся для того, чтобы разглашать благодать обретенную в имаме-основателе. Если они встречаются с немусульманами, они приводят людей в ислам и приводят людей на также в свою общину. Большинство суфийских общин следует шариату, они не выступают против шариата. Многие из них называются часто общинами Салам, общинами мира. В Сомали, которая постоянно раздирается межклановыми противоречиями и войнами, суфийские общины часто называют островками мира. Однако недавно совершилось страшное событие, дело в том, что в Сомали зародилось новое движение, Аль-Шабаб, молодежное движение. Аль-Шабаб на самом деле тесно связан с ваххабистским движением Саудовской Аравии. И они утверждают, что суфийские общины еретические. Они начинают нападать на суфийские общины, на эти островки мира. И суфийские общины в Сомали и сказали, что нам теперь делать? Нам придется брать в руки оружие и защищаться. Вот это наследие мира, миролюбивости, сейчас разбазаривается, потому что этим людям приходится защищаться. Имам приносит благословение. Они называют это словом барака. барака. Имам приносит благословение. Ученики собираются вокруг него, обретают его духовное знание, получают от него благословение. Если вы больны, он будет молиться вашему исцелению и так далее. В шиитском исламе есть направление, которое называется Ирфан. Ирфан. Это, конечно, не суфийцы, не суфи, но богословие у них похожее. Приближаться к Богу, соединиться с Богом и так далее. А теперь вопросы, комментарии, пожалуйста. Барак Обама, у него же тоже мусульманские корни? Да, барак и означает благословение. его второе имя Хусейн. Да, его отец иногда какое-то время увлекался исламом. Барак Хусейн Обама. А чем отличаются Суни и Тарика? Суни это путь, Суна это путь пророка, Тарика это путь тоже, нет, Тарика это путь имама-основателя, святого основателя той или иной суфийской общины. Суфийских общин по всему миру немало. В Восточной Африке, где мы были, больше всего были представители общины Кадырия, но есть и другие. Мы, кстати, жили в Найроби рядом с мечетью, я вам об этом говорил, это как раз мечеть суфийская Кадырия. Значит, Суна это путь Мохаммеда, а Тарика все-таки ниже, чем Суна. Да, совершенно точно, совершенно верно. Еще? Кадырия с Гадыринами никак не связана? Нет, только от Абдуль-Кадыра, Абдуль-Кадыр Абджалани, только от имени основателя. Так а в процентах из мусульманов, вы говорите, 80 или 90% сунниты, 10% шиитов, а суфийцев, суфий, сколько? Да, сложно сказать. Сложно сказать. На самом деле, их много, и действительно, очень много. Потому что число мусульман, которые живут в таких общинах, оно не столь велико, зато велико влияние этих общин. Многие мусульмане, по крайней мере, в молодости, в какой-то момент, живут в суфийской общине. Может быть, полгода живут, может быть, еще больше. И они, в общем-то, встречаются, омываются духовностью этих общин. Поэтому влияние огромное. Некоторые говорят, что 90% мусульман таким, так или иначе, ощутили на себя влияние суфии. То есть это похоже на монастыри такие. Да, это похоже на монастическое движение, на то, как люди приходят в монастырь, чтобы какое-то время поучиться, особенно так было в Египте, в египетских общинах. Люди какое-то время живут в монастыре, но не всю жизнь. Но даже при этом духовность суфийских общин оказывает влияние на них нам долгие годы. Я сравниваю это с христианскими движениями. Есть ведь пятидесятники, например, такие более духовные. Да, вот пятидесятники, которые практикуют гласолалию и так далее. Я думаю, это христианский эквивалент суфии. Они, например, тоже повторяют имя Бога снова и снова и снова, пока, как им кажется, не наполнятся Богом. А у мусульман также Аллаху, Аллаху и так далее. Вот в мечети, где мы были, рядом с которым мы жили, по четвергам была встреча, когда повторяли просто Аллаху, Аллаху, Абдул-Кадир Аль-Джалани и так далее. Мухаммед посланник, они повторяли эти слова снова и снова и снова. Потом они прекращали молиться, потом они пили чай, а потом они сживали такую жвачку, наркотик на самом деле, который в общем-то одурманивал, который заставлял их как бы раствориться в окружающем мире, раствориться во Вселенной. У нас в библейской вере мы никогда ни в чем не растворяемся, мы не растворяемся в Боге. Но в суфийском движении как раз часто используется эта терминология раствориться, раствориться в божестве, раствориться в Боге. И вот они жуют эту самую жвачку, наркотик, и таким образом растворяются, повторяя снова и снова имя Божие и повторяя также имя основателя своей общины. Пьют чай, жуют жвачку, повторяют имена, потом вечером оттуда выходят и считают, что сейчас они растворились в чем-то великом, в чем-то космическом, универсальном. Они растворились в Боге, как им кажется. Суфии ищут прежде всего опыта, переживания общения с Богом, растворения в Боге. Насколько я понимаю, есть, конечно, какие-то отличия, но вот эта общность их объединяет. А мы с вами, евангельские христиане, стремимся не раствориться. Ни в коем случае я исполняю Святым Духом, мы не растворяемся в Боге. Скорее, мы обретаем общение с Богом. Наша индивидуальность не стирается. Святой Дух, наоборот, раскрывает нашу личность лучшим образом, лучшим образом. А в суфии, в суфизме люди пытаются раствориться в Боге, чтобы свою личность отложить в сторону, потерять. Ну вот мы, христиане, не консервативные, христиане, мы верим в Бога. Мы хотим, может быть, особых каких-то духовных событий в нашей жизни, духовных переживаний. Кто-то говорит, что у него такие духовные переживания в жизни есть. Мы к этому стремимся, мы этого хотим. Может быть, по этой причине суфийские идеи столь популярны в мусульманском мире? Потому что мусульмане тоже хотят особых духовных переживаний. Несколько лет назад у нас было особое событие, особое мероприятие в Филадельфии. Мы изучали вместе ислам. Мы пригласили преподавательницу с кафедры ислама Темплиерского университета. Она сама была родом из Сирии, защищала там докторскую диссертацию в Темплиерском университете. И вот она нарисовала сверху, написала Бог, внизу, человек. Она была мусульманкой, сунниткой на протяжении всего дня. Она говорила, мы не можем познать Бога, Бог не познаваем. Он посылает нам свою волю, но мы Бога познать не можем. А к концу дня вот эта линия стала такой толстой закон. Но суфи говорят, мы хотим познать Бога. Можно же как-то познать Бога. В исламе Бог открывается, открывает свои качества, но не открывается сам, не открывается целиком, не появляется. Мы с вами говорили о том, как в горящем кусте Бог пришел к Моисею, но Коран тоже говорит о горящем кусте. Я говорю друзьям моим мусульманам, давайте почитаем подробнее в Библии, что здесь происходит. Бог приходит к людям и говорит, я здесь, я сущий Бог. Мы знаем Бога, Бог открывается нам. Но она, вот эта преподавательница, нам говорила, что Бог не познаваем, Бога познать невозможно. И вот эта белая линия стала фактически толстой, толстой стеной, огромной стеной. Суфи говорят, что этого мало, мы должны познать Бога. И, отталкиваясь от фрагмента из Корана, где говорит Авраам, друг Божий, говорит, можно, можно познать Бога. Значит, и даже нужно познавать Бога. Вот это суфийский путь. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com А теперь Новый Завет. Что же Новый Завет говорит об Иисусе Христе? Иисус, особенно в том виде, как о нем говорит посланник евреям, в том представлении, как о нем говорит посланник евреям, это как раз и есть осуществление мечты суфии. Потому что посланник евреям говорит о нем как о ходатее. Когда мы с моим знакомым ходили в паломничество суфийской общину, я спросил у него, ну что, разве это соответствует исламскому богословию? Он говорит, конечно, нет, но нам нужен посредник, нам нужен ходатай. И я говорю, я вас понимаю, потому что, да, не может быть посредника, только если Бог его не поставит. Я ему говорю, вы знаете, мне вам есть что сказать. Бог поставил посредника. Бог сделал Мессию таким ходатайом, таким посредником. Бог поклялся, читаем мы в 4 главе 10 стихе послания к евреям. Бог поклялся, что Мессия это вечный ходатай. Почему? Потому что Он безгрешен, потому что Он понимает, кто мы такие, потому что участвует в нашей жизни, потому что при этом Он не согрешил, Он без греха, потому что Он умер за наши грехи, потому что в Нем мы находим прощение грехов. В Иисусе, в Мессии мы обретаем прощение благодаря тому, что произошло на кресте. Вы хотите найти такого посредника? Он, Иисус, есть агнец закладный в жертву. Он посредник, Он ходатайствует за нас. Бог поклялся, клятвиво неизменно. Ты вечный первосвященник, говорит Он, обращаясь к Иисусу. Через какое-то время в нашей школе, которую я возглавлял, сломался насос. Мы много дней работали, чтобы починить, ремонтировать этот насос. И мы готовы были на самом деле уже закрыть школу, потому что воды не было. И как-то мы с моим сотрудником пытались все это починить, разобрать, поставить обратно, снимали, ставили, снимали, доставили раз десять. И решили, что если не заработает, то решили, закроем школу, пока не получим новый насос. И вот когда я уже был готов потянуть за веревку, да, кстати, меня школьники окружали. Кто-то из них сказал мне тогда, смотрите, ведь Иисус посредник. Иисус посредник. Вы нам говорили, Иисус посредник. То самое, о чем я говорил действительно по пути из паломничества. Значит, вы можете помолиться Богу, говорят мне студенты, школьники, вы можете помолиться Богу во имя Иисуса Христа. Так давайте все-таки помолимся, прежде чем закрыть все это дело. Давайте помолимся. Подождите, мы же уже молимся. Да, вы прямо сейчас помолитесь. Вы прямо сейчас помолитесь, говорят мне школьники. В Сомали нельзя христианство пропагандировать. Но тут меня мусульмане просят помолиться во имя Иисуса Христа. Можно? Да, хорошо, прямо сейчас. И я молился во имя Иисуса Христа прямо там у колодца. Молился по поводу насоса. Я всегда, как обычно, сказал, если это по воле Твоей, если по воле Твоей, я не хочу требовать в данном случае. Я говорю, если это по Твоей воле, я понимаю, что здесь должна у нас быть вода. Я потянул за веревку и представляете, Представляете, что произошло? Вода пошла, насос заработал, еще до года два работал, без всяких проблем. Конечно, мы понимаем, что мы имеем авторитет, имеем власть молиться во имя Иисуса Христа, но решение за Ним, как Он решит, знать не нам, знать только Он, но мы имеем право приносить Ему наши просьбы, наши молитвы. Иисус ходатай, и это здорово, это очень здорово. И полнота Святого Духа. Иисус молил, Иисус обещал послать Святого Духа, и мы имеем Его полноту сейчас. Бог через Святого Духа, Святым Духом Своим наполняет нас. Значит, мы познаем Бога, но не так, как суфи. Мы не впитываемся в Бога, мы не теряем свою личность. Самое страшное сейчас в суфийском движении в Африке, например, в Эфиопии, это наркомания, потому что полями, полями растут эти самые наркотики, растет эта травка, и люди все это принимают. Почему люди употребляют наркотики? Да потому что мы, говорят, они хотим раствориться в Боге, хотим потерять свою личность, мы хотим объединиться со Вселенной. Но по большому счету это путь в никуда. Конечно, артуроксальные мусульмане говорят так нельзя. И христиане тоже говорят так нельзя, есть другой путь, потому что полнота Святого Духа и благословение Святого Духа освобождают нас от всяких наркотиков и приводят нас к подлинным радостным отношениям с Богом. Но Дэвид Шенк не растворился в этих отношениях с Богом, потому что Бог укрепляет меня, Бог развивает мою личность. И слава Богу, что мы имеем возможность молиться во имя Иисуса Христа за исцеление людей, за то, чтобы Бог даровал свое благословение нашим семьям. Когда я жил в Найроби, помните, мы жили рядом с мечетью, и там был имам, и имам иногда болел. И я ходил к нему в гости, и я спрашивал, можно мне за вас помолиться во имя Иисуса Мессии за исцеление? Да, конечно, говорил он. И я на него возлагал руки и молился об его исцелении. И Иисус прикасался к нему и исцелял его. Это было несколько раз, это было неоднократно. У нас есть на это власть. Церковь возносит молитвы во имя Иисуса Христа. И это особенно важно, когда речь идет о соприкосновении с суфи. общины верующих, тарик, общины верующих, собирающихся вокруг имама, которые пытаются получить мудрость этой мамы. Имамы немножко похожи на пасторов, но в церквях все-таки иначе, потому что церкви собираются во имя «Слово Божие». Не ради скрытого знания. Нет. Ради знания открытого всем. Придите все. Придите, вкусите. Придите, смотрите. Путь открыт всем. Суфийское движение показывает, что в душе, в сердце Ислама есть стремление к Иисусу, исполняемое, восполняемое только в полноте Святого Духа. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok